Народ, привет! Мы снова на кораблике. Снова едем на сторону фестиваля Мола. Сейчас покажем вам такой утренний проезд. Снова мы доехали до метро Крик. 102 гирхама будет стоить нам проезд. Сейчас покажем вам, как оно выглядит с утра. Такая красота портится немножко мусором. Сразу вот мы заметили, плаваются такие пакетики и людям облом донести до воды. До воды они... Простите, да, до мусорника. Вот этот корабль такой большой, который как-то грозный даже. Вечером он смотрится очень устрашающе, даже как-то напугал меня. Так что? Вот такое светлое-светлое небо, светлый залив. Ну вот все портят, конечно, эти вот горы мусора. Ну, ребенка в жилетик одевают. Она снижалка? Нет, детей одевают в жилеты. А нас снижалка? Хоть жилетик одеть? Нет, у меня как-то не сильно хочется. Вот люди еще добегают. Смотрите, места есть. Помните, когда мы ехали в темноте на фестиваль Мол? Так, конечно, мы еще и прождали. Ну, это хорошо, что подошло. Да. Сегодня просто пятница. Солнышко печет мне хорошо. В ногу так сижу. Давай, кстати, покажем браслетики. Сейчас покажем браслетики, которые мы купили. Наташа, камни такие, да, похожие на... Это гранат, ой, ой, нет, трубин, а это аметист, аметист, аквамарин и что-то там, я не помню. То ли Агат, Сулейман, Сулеймани, что-то такое. Даже когда я сговорил такое, а у меня бирюза. У вас тышься, да? Бирюза и ниточка. Вот, сейчас поедем уже. Да, капитан дает команду, что мы уже отъезжаем. Сзади нас уже красуется берег с фестиваль-молом. Примоскребы. Оля говорила, а вот если метро станции проведут через заливку, да, на ту сторону, то, наверное, что-то водочку уберут. Сейчас свайпну. А я говорю, а с какой... Вот, видите. Да, с чего бы они убирали? Водочка хорошо зарабатывает деньги. Она ездит прямо как развлечение к этому фестиваль-молу. Я думаю, нет. Мы, кстати, еще подумали, что на фестиваль-моле-то уже нет места, чтобы станцию метро сделать. То есть делают где-то в жилом районе, слева или справа. Ну, это мы подумали. Да, это наша мысль. Место найдется. Да, место быстро найдется. Вот, сейчас вам покажу. Вот свете эти... Ой, солнышко уже на меня пошло. Ну, это все жилые дома. Ну, во что-то сниму, это все остальные дома. Большой залив такой. С чего я была уверена, что его искусственно прорыли. Потом, когда увидела масштабы. А знаешь, я, наверное, поняла. Просто вот с другой стороны, если смотреть правой стороны, ну, как подкола, там Певситский залив, потом вот этот вот залив 3. Ну, с правой стороны, вот, вот, а вот здесь вот, как бы, тоже там идет мост, и вот, как там они его расширяли, потому что были работы пару лет назад, и я что-то решила, что весь канал прорыли. Ой, смотри, там, извините, переводим камеру. Ммм, красота какая. Как-то слабенькая. Я тоже так каталась. Он забросил. В Абудай, у меня даже видео есть. Ой. Ой, пошли волнишки какие. Спасибо тебе большое. Теперь у нас все, друзья. Смотри, какая ты теперь черная. Ой. Не знаю. Красивый тиск, большой. Так, немножко даже так поукачивало нас. Это не была черная чайка. Вот впереди уже фестиваль Мол. А что-то, что за это здание такое с крыльями, прям так между... Так смешно, так у мужчины на голове сейчас крылья впереди. Да? Сейчас все передо. Вот это вот здание мы таки не поняли, что это яхт-клуб какой-то. Непонятный. Надо на карте посмотреть на такой облом. Может, кто-то знает, напишите, пожалуйста. Я не знаю. Слушай, мне кажется, я не больше, чем до... Это... Альсифа. С ДР и до Альсифа. Где мы это, по Двадерхам вообще готовы. То есть, цена образования... Ну, не важно, у Двадерхама это немного, но как-то... Странно. А нас видно вообще, мы темные. Мы темные, но будет видно. Но мы в тельняшках. Ну, а что нас показывают? Пока двое красивые дома. Да, сейчас вайпаю. Вон мы поехали. Уже с этого прокуда тоже едем. То есть, тут две лодки, наверное, да? Ну, подожди, мы уже закрыто ехали. А закрытое куда делось? Значит, тут больше. Там там девушка так позирует сама себе. Так, так, так. Ох, снова в волнишки пошли. Ой, как хорошо на море, да, все-таки? Ну, не на море. Какая разница? Вода соленая, значит, море. Да ладно, давай считать, что это Индийский океан. Да, Индийский океан. Индийский океан. Ну, почему, если на Фуджере Индийский океан? Некоторые думают, почему бы нет. А ты посмотри, с той стороны тоже такой корабль, как разрушенный стоит. Может, это какой-то будет, ну, не разрушенный, а как будто бы старый. То ли это просто случайно, что они там стоят, то ли это какой-то... Да, вот, сейчас его видно хорошо. Символизм ситуации, я не знаю, что еще сказать. Ну, волны откуда-то пошли. А где волны? Да от нас идут волны. Ну, течение же есть, ветер есть, поэтому... А вот уже красивый такой фестиваль Мол и главный вход в него. Ну, все, в общем, через пару минуток мы там. Приехали мы уже на пристань, Наташа просит снять лодки, говорит, ну, красиво же, ну, сними. Сейчас уже будем классать карточками и выходить. Смотрите, людей вообще нет. Тогда как бы немного с нами шло. Ну, как нет, человек 16, ничего. Да, но не такая толпа, которая как бы должна идти в Мол, да? А, в середине, да, 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 да. Ну, подождите, еще день, в принципе, утром. Все, давайте я вам сейчас... Ладно. Три ступеньки, пеньки, пеньки. Ступеньки, пеньки, пеньки. Положи. О, есть. Два дихана. Thank you, bye. Ох, красота. Все, Наташ, идем? Да. Давай, давай, мне карточку. А вот тут написано, говорит, ну, вот я тогда... Ой, он движется. Ага. Вышли мы на набережную, помните, здесь мы уже проходили, было так уже темно. Смотрите, какая конструкция, откуда все это шоу идет, откуда оно выскакивает просто. Огни, фонтаны, я сейчас еще приближу. А вот такая вот... Куда газ подают? Непонятно, куда. Ну, вот такая конструкция, и вот ход. Ну, да, там проекты. Ход фестиваля МОУ. И я вам скажу так, что-то сегодня людей мало, пятница. Ну, наверное, все, как обычно, к пяти придут, а сейчас день три. Ну, на улице-то тепленько, даже очень хорошо тепленько. Идем по набережной, пройдемся, да? Да, давай немножечко покажем набережную в таком летнем формате, можно сказать. Тоже как променад нужно. Потому что мы точно вряд ли по нему пройдемся, а сейчас зима. Вот, скажи, летом, весной очень тяжело здесь пройтись, наверное, в 8 утра еще нормально будет. Слушай, опять мы не посмотрели, а будет видно, если приблизить вот этот вот небоскреб обелиск? А, кстати, небоскреб обелиск, Наташа считает, что он этот... Что там золото. Что там золото, вот. Вот, я приближаю, и видите, такая вот... Черный, как будто бы сделана из черного камня, а вверху вот пирамида из золото. И называется зообелиск, нет? Да, мы вчера его проезжали, и так я вам скажу, что... И причем там... Очень он светится ярким таким. Очень ярким, а причем возле него реально стоит такой обелиск, как из черного камня, как в Египте, да? Да. Вот эти, которые повывозили европейцы в Сибирь. А в Турции обелиски стоят в Стамбуре? Ну да, там же большой, на Султан Ахмед, самый большой обелиск. Это, да, только он из этого, из белого камня, да. А этот из черного камня. И там какие-то эти же не узоры, а как-то египетские... А как сказать, что они были, иероглика? Письмена, египетские письмена. Какой-то там район, наверное, какой-то египтянин поставил себе... Поставил себе этот обелиск. Надо посмотреть. Просто вот плечки, плечки. Может, вы знаете, действительно. Кто-то знает, да, вот сообщите. Напишите. Так, вы знаешь, это все вроде есть под рукой. Ввел интернет, открыл кнопки, нажал, все есть. А все равно хочется живого общения. Ну, хотя бы через... Подожди, я что-то вижу сейчас. Ты видишь это то, что я вижу? Подождите. Не знаю, бассейн. Или это как-то... Народ, что это такое вообще? Бассейн. Ты тут на людей смотришь, которых, правда, нет. Скорее всего, на залив и на лодке. Красота такое придумать. Там деревья такие огромные. Так, ну вот тут такое лодочки, которые участвуют в вечернем шоу. Наверное, там все вот эти вот танцы, шмансы, потанцевать, покушать, послушать музыку, развлечься, поехать. Тоже красиво. Вот, наверное... Наташ, ну вот мы так показали, чуть-чуть идем, жарковато все-таки уже, да. Наверное, мы пойдем уже, покажем сегодня какой-то магазинчик, может, с ценами буквально так немножечко, да. Разберемся, по ходу пьесы. Да, по ходу пьесы мы разберемся. Все, вперед, фестиваль Мол. А вы с нами разберетесь. Кстати, зашли мы с самого ближнего входа, до центрального не дошли, бы уж так жарко было. Смотрите, какое прикольное Рейнфорест кафе есть. Такое, как будто сидишь с животными. Такое кафе или в Таиланде где-то я видела, или в Сингапуре. И что-то такое было интересное. Класс. Вообще, такое зеленое все. Ага. Интересная такая тема. Кстати, с любого этого можно зайти. Кстати, вот какой-то фестиваль Outlet Store. И там какие-то огромные распродажи. У нас пока сейчас встреча, поэтому будем искать то, что нам нужно. А потом немножечко покажем цены на какие-то интересные магазины. Наташа нюхает здесь духи. Кстати, я сначала пришла Акакия. А это Акакия. Акакия? Что такое дерево Акакия, мы спрашиваем. Что значит, что это название Акакия? Акакия. Нет? Мальчик не знает просто, не знает, как перевести название. Я не знаю, что это. Это Акакия. А почему же здесь? Это 250. 250. Когда вы купите этот, мы дадим вам два пакета. Ага. Баешь один, дает тебе еще один. Ага, дает еще один. Это классик. О, это спорт. Это напоминает мне, как нам пытались Наташа продать на рынке. Сукольбахр. Ну, в общем, два за один. Даже ту, покупаешь один, и тебе два в подарок. Ёлки-палки. Сейчас, подожди, подожди. Нет. Ага. Ага, вот такое вот, да? То есть, можно выбрать, какую Акакию взять, да? Мальчик, мальчик, глаза очень красивые. Да, у них все красивые. Саньки. Так, ну что, ладно, идем дальше. Что-то никак мы до места нашей дислокации не доберемся. А как я хороша? Наташа шутит. Не, ну, надо, это, набрызгаться надо. Только не бери, походите сразу, пожалуйста, не берите. На вкусы, на цвет, Акакии, товарищи, нет. Ну, не бери, походите, вдруг он сначала приятный, а потом вас убьет просто-напросто своим запахом. Поэтому лучше набрызгаться, а потом. Ага. Ну, вот такая вот Акакия находится здесь, в Моле. Иди, внимай. Я с вами, я с вами, детка. Сейчас меня закискают просто. 18 месяцев не виделись с нашей подружкой Махой. Ааа, класс, какая встреча. Я боюсь, что я буду поздравить. Это было все. Остановились возле Пакарабан. И как тебе, милая, милая девушка из Сирии? Это хорошо. Как? Вот это хорошо. Это здорово. Это очень хорошо. Хорошо. Отлично. Отлично. Хорошо, хорошо. Фантом, хорошо. Фантом очень хорошо. Ага. Ух ты. А это как с лицей золота выглядит вообще. Класс. Вообще. Потому что, ты знаешь, в Паракарабане я знаю только Олимпия. Я люблю Олимпия. Мы просто напротив Сифоры стоим. Все. Наташа пропала. Нью Олимпия. То есть, Акакию понюхала, а сейчас ты Олимпию нюхаешь, да? Ну ты хоть как-то... Расскажи про эти. Ааа. Все. Запахи как? Окей. Акакия понюхала, а сейчас ты Олимпию нюхаешь, да? В общем, если хотите, чтобы ваше имя выигрывали, вы написали, короче, на бутылочке. Можете заказать? Ну, I'm crying and come back, maybe. Ну да, такой вот себе обычный развод. Я попробую и я вернусь. О, а спроси у Махи, как они не любят, когда говорят? Ну, покупатели. А, ну сейчас, я не знаю, а Маха захочет в камеру попасть? Я же не знаю. Ну ничего. Ну спросим это, как понимать, что продавец, ну типа, покупатели не будет покупать. Как вы понимаете? А, хорошо, сейчас хорошо. Неплохой такой, такой вот унисекс в сторону океана. А вот этот, да, океан, вот тут есть соленое. Вот какой-то непонятный запах картона, как я обычно. Ну вот снова нюхаем с Наташей ароматы. Все очень красивенько, пафосно, классно. Хороший, мол, фестиваль. Я не расслышала, как зовут девушку. Ой, я тоже не расслышала. Да, но мы спросим потом. Да, мы еще расслышим. Как дела? Хорошо? Не, вот здравствуйте. Very good. Really? Пока? Ну вот еще один знакомый Махи, просто ходим, не видели Маху уже 18 месяцев, и все ее знакомые здесь работают. Сама она работает сейчас в Дубай-Моле уже. Этот мальчика зовут Абубакир. Абубакир from where? Абубакир from Marocco. From Marocco, из Marocco мальчик. О, что ж такое, прическа у него такая. Найс Хэйркат. Найс Хэйркат – это nice personality. He is the nicest person ever. А, Маха говорит, очень хороший человек. Маха обычно врать не будет. То есть это приятно, что у нее здесь классные люди. Мы очень дружили в Холляйне. Мы рады, что она нашла здесь тоже себе работу и хороших классных друзей. Маха? Hi. Да, она очень такая стеснительная. Так, ну давайте я вам покажу. Вот это вот, Наташа, что здесь понравилось? Это классический туалет. Живанши, да? Да, Живанши. Это туалет, это парфюмированная вода. Это сейчас мы будем парфюм интенс. Эл де парфюм интенс. Придумывать название? Сладкий. 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 Вообще класс. Просто очень необычно, что уже так русский учат. А в Турции и Египте это вообще, ну, запросто. Что-то Маха подсказывает. Красивые такие бутики, мы называемых островки с Наташей. Канал Флауэ? Что-то знакомое. Гвоздита? Не помню. Сейчас, в общем, переведем, что это такое. Девчонки переводят, что это у нас такое. Они находят Анарнел Флауэр. Не находят. Запыскали Карнел, что это? Может, без Флауэр. А, подожди, ну, плод. Чувственные цветы, да, ну, что-то непонятно. А, ну, сейчас посмотрю еще вообще, сколько здесь всего есть. Да, икея, мы фурш раз там показывали издалека. Как Арифор, отель Holiday Inn, H&M. Все красиво, все светится. И внизу H&M тоже есть. Так обычно бывает, что первый этаж там детский, а второй мужской и женский. Часы Омега. И наша подруга Маха с продавцом Абубакером и Наташкой, нюхающая Живанши. Такое у нас прикольное времяпровождение в Моле. Смотрите, какие прикольные здесь машинки есть. А теперь посмотрите, из чего машинка сделана. Кто угадает? Ну-ка, ну-ка, ближе, ближе, ближе. Да, это Лего. Ребята, это Лего. Машинка сделана из Лего. Видишь, какая шикарная. Ух ты! Вот так вот здорово сделали. Круиз Ленд, Круизер Лего. Классно машинку сделали вообще. Кстати, классная кафешка Cheesecake Factory. Фабрика Cheesecake. А вот туда мы сейчас и пойдем. Находится она вот чуть-чуть вверху от машинки. Поднялись мы уже от машинки. И здесь мы в прошлый раз точно не были. Какая же большая территория этого Мола. Вот уже такой большой-большой ресторан в Бейкере. Класс. Сейчас зайдем и посмотрим, что там. Иду я за девчонками. Не знаю, видно ли вам что-то. Но мне видно, что классно это. Классная панорама открывается. Вообще просто класс, класс, класс. Ух ты! Вот это да! Вот так вот встать и смотреть, и наслаждаться. Что такое развлечение девушка на этом? Видишь? Да, я вижу. Сейчас, подождите, я вам приближу. Прямо ничего себе так на такой штучечке раскачивается и удерживается. Ну, удержитесь, девушка, покрепче. И борщ-халифа. Как же без нее? Ну, вот вкратце, какие шикарные тортики здесь есть. Просто я вам так показываю. Очень много людей здесь. И, скорее всего, в меню, может, они не будут такие красивые, как здесь. Даже не знаю, что выбрать. На ваш вкус и цвет. Может, такой со сгущеночкой? Или апельсинчик? Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, скажу, в Дубай-море эта кафешка была просто заполнена. Заполнена была. Вот такая вот она. Вот, смотрите, менюшку на чизкейки. Оригинальные. И дальше уже идут всякие разные. Оригинальный стоит такую вот стоимость. 30 почти, а остальные 35-70. Не знаю, наверное, конечно. А вот еще 33-60 есть. Кофе где-то стоит примерно, вот, американо стоит. Сейчас покажу, сколько. А вот, смотрите, горячие напитки. Сколько стоит американо 15-75, капучино 18-90. Ну, вообще нормально, так, для такой кафешечки цены отличные. Вот, эспрессо макиято 18-90 стоит. Странно, что американо стоит просто дешевле. Ну, вот такие вот цены. Сейчас посмотрим, что нам принесут. Давай, давай, давай. Сейчас Наташа будет коктейль пробовать. Ага, мы пробовали. Да, вот, так что мы заказали девчонкам коктейли, а мне кофе американо. А сколько стоил коктейльчик? Скажи, пожалуйста, не помнишь, да? 19. 19 верхам, нормально. Давай, Наташа, пробуй. Кстати, это не соль, это сахар. Это девчонки лимонад взяли. Говорит, очень вкусный, да? Как там, да? Музыка громко играет, но, надеюсь, меня не заблокирует. Говорит, я не вкусно. Ну, отлично. У меня такая бочечка, в общем, бочечка американо. Я с вами на рост. Это, ты знаешь, реально как натуральное, не natural, да? В общем, вкусно девчонкам, и я рада. Ага, ага. Лимон, есть? Ага. А, то есть там, говорит, вы можете увидеть все натуральное. Ну, литр где-то, ну и хорошо, отлично. Не литр, да? Смотрите, какая кафешечка, кстати. Симпатичная, кстати. Попросили мы немножко музыку убавить, потому что рало так, чтобы голова у меня болела. И вот такое блюдо интересное, кстати. Мы так вот обратили внимание. Такое интересное, что-то девушка ест. А вот сидеть на жаре нам не хотелось сегодня. А вот нам уже привезти. Наташа заказала манго за 35 дирхам, да? Он стоил 33. Сейчас наша проверит. А мы с Махой взяли оригинал кейк, да? Маха. Маха очень довольна, что на сегодня увидела наконец-то. Оригинальный 29,40, а этот 33,60. Ну, какая подача классная, да? Наташа, попробуешь сейчас? Да, конечно. А еще посмотри, как кейт. Я даже Наташе дам свой кейк попробовать сразу, потому что, так как я снимаю, вот девчонки будут пробовать. Я думаю, оно отличается, знаешь чем? Оно отличается тем, что ценой мне дали еще дополнительную штучку, вот эту бизешку какую-то. А, ну, возможно. Хотя я не знаю. А бизешка, мне кажется, она как мягкая. Я не знаю даже. Но сейчас Наташа попробует, и мы вам расскажем вкус. А я пока вот здесь вот сижу, такая вся красивая, выпила таблеточку, что-то правый виток у меня болит. Может, от радости, что находятся увидели с подружкой. Ой, да, мы так рады вообще. А может просто болит. Супер. Так что, девчонки, давайте, вы пробуйте, а я просто вас буду снимать. Зачем? А вот тут форкс. В общем, сейчас девчонки все попробуют. Девчонки начинают пробовать. Ну, это был... Да, это кофе, но в таком себе необычном, как бочонки. Напоминает какое-то пиво, которое очень крафтовое и очень темное. Девчонки общаются. Наташа, приступай. Ну вот, Наташа сейчас будет уже пробовать. Классический. Ну как, расскажи мне просто этот божественный вкус, да? Все, Наташа ушла. Я не видела такую довольную Наташу. Мама такая нравится. Она говорит, а почему ты Оля напробуешь? Она вообще-то для этой е... Мама говорит, нет, по правилам каждый ест мойческий. Могу я манго попробовать. Наташа, манго. Давай. Сейчас Наташа попробует манго, и я думаю, что тоже будет очень классно. И попробуй еще, пожалуйста, кремчик. Ну что? Или после, может, немножко смазанный вкус после оригинала. Ну что? Наташа... Она говорит, наш вкус. Мама, это вкуснее, наш вкуснее. Мама, ты можешь попробовать это? Попробуй. Да, попробуй. Трай, трай. Наташа, попробуй еще вот эту вот штучку, вот эту вот, как она называется. Можешь у меня попробовать? Нормально, нормально. Говорит, пробуй нормально. Мама. Мама, ну поешь ты нормально, как человек. Давай, давай, давай. Она такая стеснительная девочка. Кислый, кислый, кислый. Все, девчонки решили, что оригинальный вкуснее, а крем... Аташ, крем-то вкусный. Скажи уж, пожалуйста, я уж тоже хочу приступить поесть. Ура, все. Мы вам рассказали. В общем, любим, целуем, рекомендуем. Я тоже хочу приступить уже, как покушать. Вот уже вышли мы из вкусных чизкейков и идем посмотреть сцены в Заре. Какие красивые декорации. Интересные люди. Вообще все в цветах, яркое. Ну, сейчас еще посмотрим, что нам Зара приготовила. Есть ли какие-то интересные скидки и распродажи. Девчонки застряли у красивой рекламы. Что вы там смотрели? Что вы там смотрели? Ресница наклеенная. Ну, поверх. Некрасиво, не точно. Это новый тренд. Ты должен быть. Маха говорит, плохо наклеена, это новый тренд, наверное. А вот Зара, кстати, отсюда очень много людей сейчас. Вышло, странно. Ну, что за цены такие в Заре? Давайте посмотрим. Так, это такая коллекция прикольная. Бейсбольных курточек. Так, 429 дирхам. Ну, симпатичная. Дальше что у нас здесь? Вот такая курточка. 289 дирхам. Ну, тепленькая, да? Дутик такой. Мэйтен Бангладеш. Так, что там у нас? Кроссовочки есть всякие. Другие. И вот такая кофточка симпатичная. Альберг. Альберг. Это какая, как на лыкжах кататься. Прикольно. И шапка-ушанка. Ну, видите, в Дубае тоже бывает холодно. О, давай последний шанс скупить. Ваш честь. А ну, давай посмотрим. Что это такое? Причем, какой последний шанс искусственный. А ну, Наташ. Не знаю. Покажи этот последний шанс и цену. Сделано в Пакистане. А цена какая? А, цена. О боже, 749 дирхам. 749. Там курточки дешевле было. А, натуральная кожа, натуральная кожа, натуральная. Ну, ладно, что-то как-то, не знаю, что еще вам показать интересного. Рубашечки 199. Что еще? А вот это вот что за такие? Это пальтишки или рубашечки? Что это, Наташа? Ну, рубашки, давай цену посмотрим. Ну, не очень теплые. 289. Слушай, а что, за раз я такая дорогая была? А, да. Люди просили показать цены других блогеров в комментах. И вот показываем мы. А почем брюки? Можешь обнаружить цену, пожалуйста? А я пока туфельки покажу. Туфли 199. 169. 169. Ну, честно, что мне не фонтан здесь все. Не знаю, как-то вот. Такие серенькие курточки 369, 100 долларов. И такие вот дутики почем? Тоже 100 долларов. Не знаю даже как-то. То ли я не понимаю, то ли дороговато. Но как-то мне кажется, не стоит вот таких вот денег все, что здесь висит. Народ, заходите в Сантерпойнт. Там тоже хорошие куртицы интересные. Пойдем женская серень. Это прикольная вот такая штучечка. Мне нравится. Почем я не понимаю, наверное. Надо где-то искать ее отдельно висящие. Ну да, хорошо. Давай посмотрим. Вон, подожди, стой. Ремни почем? 169. 169 ремней. Ну, пишут, что это кожа. Ну и что же, да. Ну, кожа отзара. Вот, кстати, брючки 99. Это типа последняя цена распродажа. Ну, такие вот они на шнуровочке. Рабочие штаны. Рабочие штаны, да, очень похоже. Не знаю. Давай, давай в женское дело быстро покажем. Чтобы было хотя бы ясно, что по цене. Так, возвращаемся в джинсики. 189. Светлая. Так, еще раз, люди, пишите в комментах, какие в ваших странах цены. Блайзер очень дорогой, 119. Ну, простите, но есть распродажи в Найке, не хуже за 50 где-то. Это ж как бы похожий, кстати, блайзер, похожая модель, такая же практически. Ну, давай, посмотрим сейчас женский отдел. И уже тогда как-то у вас будет понятие сравнить цены. Ну, симпатичные вещи есть, но как-то дороговато, дороговато. Даже вот для Дубая. Да, он? Маха говорит внизу. Ну, поехали, сейчас вот проедемся. Да, конечно же, поедем обязательно. Это вот такой детский отдел, большой отдел. Вот, я не говорю, что вещи некачественные, классные, но дороговато. Для Дубая дороговато. Не знаю, не знаю. Пишите комменты, пожалуйста, сколько вот. Можете знали, какую вещь, сколько зара в ваших странах. Будет интересно. Вот, сейчас мы приехали, Наташа, с женскими вещами. Ну, большой, большой. Так, что это за блестяшки такие? Что это такое, Наташа? Рассказывай. Ну, платьице 289. О, боже мой, 289. Так оно же с этих бубочек, так оно просто позацепляется все. И мне кажется, что не, оно классно сделано вообще. Ну, можно зацепиться. Вот какие-то такие совсем, скажем, не арабские модели, симпатичные. Мне кажется, вот именно для Дубая хорошо в таком платьишке. А вот в Ильяне, в Абу-Даби как-то было бы странно. Давай что-нибудь такое адекватное покажем, имеется в виду, чтобы как-то... Нет, я хочу сказать, что здесь Зара какая-то повыше... А, да? А ну, скажи, скажи. А помнишь, мы были где-то в Абу-Даби? Да, и как-то вообще... Да я вот не помню, чтобы мы вообще про Зару снимали. 149. Нет, мы не снимали, но мы были. Это какой-то непонятный искусственный. Так, хорошо, ладно, давай дальше посмотрим штанишки такие. Ну, я вообще, честно, не представляю, куда бы я таких штанишки, особенно вот в таких блестках, бы я делала. Не на работу точно. 289. Нет, но я думала, что я не видела, чтобы люди одевали такое здесь. Ну, рубашечка почем? Ну, какие-то цены все стандартные. 189, да. А смотри, там пиджачки, кстати, висят напротив. Ты хотела пиджачок какой-то такой рабочий, кстати. Рабочий пиджачок. Под Шанель, да? Не знаю, под Шанель или нет. Ну, и симпатичный вообще. О, мама, мама. О, господи, почти 600 дирхам. Ничего себе. Это точно что, ничего себе. Все в Заре. А это платьишко сколько? 289. Хорошо, из чего она сделана. Ну, давай, расскажешь, из чего она сделана. Я вот такое платье, что увидела. С очень красивым узором, кстати, вообще просто. Ой, какой он мягкий, народ. Made in India. Ну, да, это такой Индия стайл. Индия такая симпатичная. И вот пиджачок такой. Ну, что, здесь я цену, если увижу, я вам скажу. Ну, очень тяжело здесь камерой в руке искать лейбл по цене. Наташ, потом поможешь посмотреть цену? Вижу уже, все. Нашла. Нахожу, нахожу. 369. 100 долларов платьишко. А жилеточка такая, сколько будет стоить? Жилеточка здесь. Может, цену забыли повесить? Я не могу понять. Не, 500, 500, 500. Платьишко было из вискозы, но какая-то тут... Платьишко из вискозы, понятно. Ну, вот это вот симпатичное. Знаешь, мне нравятся эти вот блесточки, они как сделаны. Посмотри. Вышивка. Ну, это машина. А каемочка симпатичная. Платьишко вот такое 100 долларов стоит. Как вы? Все живы? Спасибо. Да. Это хорошо. Извините, что вы не живы. Окей, нет проблем. Народ, ну, как вы поняли, меня остановили от делания видео. Сказали, если что-то хотите, смотрите онлайн. Всякие узоры, всякие товары, но в видеомагазине вы делать не можете. Ну, странно, если с Зарей не нужна реклама, если им не интересно, что я покажу подписчикам, вы придете что-то купите. Ну, ладно, все, оставляем Зару в покое, ну, что же делать. Нельзя так нельзя. Девчонки из Зары выходят. Ну, что, идем? Да. И снова он даже попадает в Живанши. Спасибо. Все, Махин и коллеги снова хотели дать нам несколько ароматов. Ну, вообще, Маха популярная, конечно, здесь. Все ее знают, любят и уважают. Мы тоже рады, что у нас есть такая подруга. Очень приятно, очень. Так что, если захотите, заходите в Живанши. Очень приятные люди. Ой, вот так мы сегодня день и провели. Ходили, знакомились, наслаждались, кушали вкусно, гуляли по Молу. Сейчас пойдем еще посмотрим шоу, которое, в принципе, мы видели. Мы вам уже его показывали. Можете еще раз пересмотреть. Оставлю видео в описании. Ну, вам желаю всего хорошего. Покупок, шопинга, вкусной еды. Ой, дай бог путешествий, чтобы все наладилось. Все, всем пока желаю всем хорошего настроения. Ставьте лайки и комментируйте.